Добрый вечер! С новостями четверга программа «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Смотрите в выпуске. Кто стал новым директором электромарша и как он планирует вывести предприятие из кризиса? Новая система оплаты за электроэнергию. А также материнский пирог для защитников Отечества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители Первомайска. Евгений Шевчук выслушал мнение представителей сторон и выразил свою точку зрения. Целый год там будоражится эта история вокруг, в первую очередь, жителей. Вот эта неопределенность. Одни пишут одно, другие пишут другое. Смотрю на уровень района, справятся с проблемами. Не справились. Нужно базировать свои решения на мнении большинства граждан по закону. Президент поручил провести встречу с жителями Первомайска, которые должны выбрать, кто будет осуществлять управление их жильем. Компания «Солнечный дом» или местная ПЖКХ. По итогам совещания было сказано, что еще раз предложить гражданам провести в соответствии с жилищным кодексом, предложить им определиться по управляющей компании. Мы сегодня за любую форму собственности, которая будет обслуживать наш жилфонд. Самое главное, чтобы наши жители были удовлетворены их обслуживанию. Сегодня около 90% жилфонда республики приватизировано. Населению необходимо начинать активнее участвовать в управлении им, считает начальник государственной службы энергетики и ЖКХ Виктор Орлов. Мы получили поручение от президента проанализировать ситуацию в целом по всей системе ЖКХ на предмет эффективности управления существующими структурами, существующими жилищными органами, как управляется жилищный фонд, как эффективно расходуются те средства. Даны президентам поручения в данном случае по формированию прозрачности тарифов на услуги жилищные услуги и, соответственно, постоянное введение мониторинга действующих жилищных услуг в соседних странах, как Украина, Молдова и, соответственно, у нас применение. А также соответствие применяемых тарифам качеством при оказываемых услугах. Президент поручил правительству провести анализ всех собранных данных о работе управляющих компаний в сфере ЖКХ и выбрать предложение по эффективному использованию средств. И в продолжение темы. Жители приднестровских городов обеспокоены резким увеличением сумм при оплате за электроэнергию. Больше всего вопросов связано с начислениями за общедомовое освещение. В Комитет ценной антимонопольной деятельности поступают многочисленные обращения граждан. Немало звонков в последние дни раздается и в нашей редакции. Сложившуюся ситуацию первому приднестровскому прокомментировал председатель комитета Виталий Улитко. Тему продолжит Инна Сипита. В прошлом году при оплате за свет в подъездах и работу лифтов учитывалось количество квадратных метров квартир абонентов. С января этого года подход изменился. Теперь сумма зависит от количества прописанных. На этом настояла госслужба ЖКХ и энергетики. Предложение ЖКХ в данном случае по лифтам распределять среди прописанных и начиная проживающих с третьего этажа и выше. Можно сказать, что те, кто прописан, те в основном и пользуются данным освещением. В комитете цен считают, прежний механизм расчетов был более прозрачным. Но энергетики с этим не согласились. Сейчас в многоэтажных домах потребленную энергию фиксирует общий счетчик. Полученные киловатты делят на всех прописанных жильцов. Показания приборов снимает энергоснабжающая организация, фиксирует ее. Конечно, есть проблема именно с фиксацией от подтверждения этой информации. Есть предложение о том, чтобы кто-то из жителей при в данном случае снятии показаний приборов учета присутствовал. В ходе реформы выявился существенный недостаток, говорят в комитете. Электросети должны были представить потребителю квитанции с четкой разбивкой оплаты за свет в квартире и в подъезде. Тогда бы каждый абонент знал, за что он платит. Я вижу только одну проблему, что энергоснабжающие организации не были готовы на переход в данном случае в выставление в квитанции плательщикам. Пока же понять, откуда взялась та или иная сумма, абоненты не могут. По некоторым спорным случаям уже начались проверки, говорит Виталий Улитко. В случае нарушений будут применяться соответствующие меры. Инна Сипита, Олег Коваленко, Первый Приднестровский. Об оплате за электроэнергию речь пойдет в программе «В центре» завтра в 20.10. Не пропустите. Электромаш – некогда одно из ведущих электротехнических предприятий Советского Союза. Последние годы дела здесь шли не очень. Еще вчера у завода не было полноправного генерального директора. Сегодня состоялось собрание акционеров завода «Электромаш», основным вопросом повестки которого было избрание генерального директора. По предварительным подсчетам голосов, сегодня генеральным директором был назначен Ясинский Иван Феликсевич. За него предварительно проголосовало около 89% голосов. Иван Ясинский работает на заводе с 1977 года. С 2001-го занимал должность технического директора «Электромаша». С уходом бывшего генерального директора он был назначен исполняющим его обязанности. Нам предстоит огромная работа. Предприятие не в лучшем положении финансово. Поэтому надо, чтобы вывести его на нормальные рельсы. Рельсы сейчас работают с заказчиками, с нашими представителями, которые работают в различных регионах СНГ. Это Российская Федерация, Беларусь. И работа непосредственно на заводе. Это загрузить людей работой полнообъемно для получения, чтобы они могли получать нормальную заработную плату. По словам нового генерального директора «Электромаша», несмотря на то, что большинство акционеров проголосовали за него, недовольные все равно есть. У каждого свое мнение. Однако Иван Ясинский призвал коллектив объединить усилия на благо предприятия. К другим темам. Общественная палата намерена высказать свое мнение относительно закона об отмене срока давности. На сегодняшнем заседании обсудили все аргументы «за» и «против». Но чтобы прийти к окончательному мнению, было решено выслужить и экспертов. Когда и как, знает Юлия Горлова. Проект закона о неприменении срока давности к убийствам неделю назад на рассмотрение парламента внес президент. По мнению Евгения Шевчука, без обеспечения права на жизнь нельзя говорить о реализации иных прав и свобод. И с этим трудно не согласиться, говорили на заседании общественной палаты. Мы должны найти преступника, потому что жизнь человека – это высочайшая ценность для нашего государства. Мы говорим постоянно о преступнике, о лице совершивших преступников. А как бы с теми, которые получили, потерпевшими являются, теми, которые получили моральную травму. Законопроектам предлагается отменить срок, по истечении которого убийца не может быть привлечен к ответственности, то есть остается безнаказанным. Сейчас это 15 лет. По данным МВД, с 19 лет нераскрытыми остается 560 убийств. Прекращено преследование из-за истечения срока давности по 21 уголовному делу. К порогу завершения срока давности подходит еще 376. Некоторые считают, здесь важно знать, почему эти убийства не были раскрыты. Меня интересует, например, не дали раскрыть в то время что-то. Тогда, может быть, в этом есть смысл. Если в то время уже не было каких-то доказательственных базы, то спустя годы, конечно, я не скажу невозможно, не употреблю это слово. Скажу, крайне тяжело это, наверное, сделать профессионально. Проект закона общественники обсуждали в течение нескольких часов. В итоге, чтобы заключение палаты было более взвешенным и объективным, решили провести общественное слушание. Мы заслушаем разные точки зрения по этому вопросу, в том числе точку зрения Верховного Совета, я надеюсь. И уже подготовим заключение прямо к принятию уже на этих слушаниях. Слушания намечены на начало следующей недели, чтобы заключение общественной палаты было представлено к моменту обсуждения законопроекта в парламенте. Юлия Горлова, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Евгений Шевчук сегодня распорядился выделить из резервного фонда президента 30 тысяч рублей Государственной администрации Дубасарского района. Эти средства будут направлены на оплату расходов по организации доставки из молдавского города Криуляны учителей и учащихся Дубасарской гимназии номер один. Финансирование рассчитано на период январь-май текущего года. Решение глава государства принял на основании обращения Государственной администрации Дубасарского района. Контролировать исполнение соответствующего распоряжения президент поручил министру финансов Елене Гиржил следить за целевым использованием выделенных денежных средств в главе Госадминистрации Дубасарского района Эдуарду Концелевичу. К другим темам. Вот уже пятое заседание подряд в центре внимания Объединенной контрольной комиссии. Одни и те же темы. Размещение военнослужащих Республики Молдова в штабе Совместных миротворческих сил, пост полиции в Бендерах и ситуация на посту 9-й левой. Эти проблемы стали причиной бурной дискуссии на сегодняшнем заседании УКК. Какие вопросы такие остались без ответа, по каким достигли консенсуса, знает Сюзанна Авакян. Вопрос о размещении военнослужащих Молдовы в штабе Совместных миротворческих сил в повестку дня так и не включили, но обсуждали проблему больше двух часов. Молдавская делегация утверждает, ничего неправомерного они и их военнослужащие не делают. Однако у Приднестровской стороны на этот счет свое мнение. В штабе Совместных миротворческих сил четко определена схема несения службы. Именно ее и нарушают представители от Республики Молдова, говорит Олег Беляков. В ночное время в штабе Совместных миротворческих сил от Приднестровской стороны, от Российской стороны, от Украинской стороны, кроме дежурных, которых я выше перечислил, никто не остается, никто не остается. И это обеспечит какой-то определенный паритет в части организации несения службы в штабе Совместных миротворческих сил. И нас очень сильно беспокоит, почему молдавская страна приняла решение о размещении военнослужащих непосредственно миротворческих сил Молдовы на постоянной круглосуточной основе в количестве 9 человек в штабе Совместных миротворческих сил. На этот вопрос Приднестровской стороны Молдавская четкого ответа дать не может. В принципе, как и на вопрос о размещении поста полиции в Бендерском микрорайоне Северный. В то же время молдавская делегация выступает с предложением 10-й миротворческий пост сделать трехсторонним. Члены ОКК от Приднестровья считают, нельзя нарушать ранее достигнутые договоренности. Ведь с 92-го года функции пропуска через данный пост осуществляют только миротворцы России. Представьте себе наличие молдавской составляющей в центре города Бендеры, который пострадал в 1992 году, и отношение жителей города Бендеры, скажем, к военнослужащим, который будет представлять молдавскую сторону на данном посту. Это могут быть различные роды эксцессы, различные роды волнения, различные роды всплески, которые не нужны никому. Поэтому я считаю, что в 1992 году было принято весьма взвешенное трезвое решение, которое избавило миротворческие силы от таких моментов, которые могли бы осложнять ситуацию именно в районе с повышенной же безопасностью. Вернулись сегодня и к обсуждению ситуации на посту 9-й и Левый. И лишь в этом пункте повестки дня стороны пришли к общему знаменателю. Молдавская делегация уже не так категорична в вопросе замены вагончика на этом посту. К рассмотрению этой темы вновь вернутся уже в следующий четверг. Сюзанна Авакян, Олег Бахчеван, Первый Приднестровский телеканал. Продолжаем выпуск. Сегодня в Террасполе, в одном из частных домов по улице Гоголя, произошло возгорание. По словам очевидцев, загорелась хозяйственная постройка. В кратчайшие сроки очаг был ликвидирован, прибывшим на место пожарным расчетом. С некоторыми трудностями столкнулась наша съемочная группа. В результате возгорания пострадал жилец дома. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. С симптомами легкого отравления угарным газом мужчина был госпитализирован. Сейчас, по словам специалистов, его жизни ничто не угрожает. По факту возгорания проводится дознание. В Приднестровье начался эпидемический период заболевания гриппом. Но, как подчеркивают медики, своего пика он еще пока не достиг. С начала года в республике им переболели уже 24 человека. Большинство из них взрослые. Уже были зафиксированы случаи, когда сезонный грипп приводил к осложнениям. Поэтому врачи призывают при первых же признаках гриппа сразу обращаться к специалистам. Грипп – это довольно серьезное заболевание, которое чревато очень серьезными осложнениями. Такими как пневмония, гаймориты, атиты. Это поражение сердечной мышцы, поражение почек, поражение центральной периферической нервной системы. По словам врачей, признаки заболевания гриппом проявляются очень быстро. Резко повышается температура тела, человек чувствует недомогание, у него часто болит голова. Если человек почувствовал себя заболевшим гриппом, он должен немедленно лечь в постель. Постельный режим соблюдается 2-3 дня обязательно. Затем уже можно соблюдать полупостельный режим. Родственники должны изолировать его в отдельную комнату, выделить отдельную посуду. По данным Республиканского центра гигиены, на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка по гриппу неблагополучная. В прошлом году им начали болеть в марте, а в этом значительно раньше, еще с января. Обычно период риска приходится на конец зимы и начало весны, говорят врачи. И чтобы успешно его преодолеть, следует правильно питаться и не забывать о вакцинации. Специалисты отмечают, в Республике количество новорожденных растет. В 2012-м только в Республиканском центре матери и ребенка на свет появилось около 2000 малышей. Татьяна Коркина продолжит. 2012-й, рассказывает главный врач Центра матери и ребенка, был непростым. Прежде всего тем, что в больницу доставляли много тяжелых пациентов из разных районов Республики. Это как и новорожденные, так и беременные женщины. Увеличилось число детей, отправленных за пределы Республики на лечение и обследование. Это свидетельствует о хорошей диагностике тяжелых форм заболевания, что в свою очередь предоставляет возможность нашим деткам получить высокотехнологичную помощь за пределами Республики. Всего отметили на собрании. В 2012-м году родилось более 1900 малышей. Это больше на 63, чем в 2011-м. Снизилась и смертность. Зафиксирован один случай материнской смертности. У нас в этом году родилось на 10 детей больше, детей глубоко недоношенных, с экстремально низкой массой тела. И смертность в этой группе в три раза меньше, что является гордостью для нашего учреждения. Мы выхаживаем таких деток, которые рождаются с весом 700-800-900 грамм. Это стало возможным, рассказывает главврач, когда в декабре прошлого года роддому подарили два современных аппарата искусственной вентиляции легких «Гамильтон-2». Говорили на собрании и о кадровом вопросе. Сегодня штат больницы укомплектован на 78%. В прошлом году на работу сюда приняли 25 молодых специалистов. Мы хотим продолжить работу над повышением квалификации всех врачей. Мы за этим очень четко следим. Хотим, чтобы доктора ездили на учебу, изучали новое, применяли это новое в своей работе. Хотим, чтобы улучшились наши показатели. Врачи Центра матери и ребенка работали и на выезде в районах республики. В целом за 2012 год специалисты приняли около тысячи маленьких пациентов. Татьяна Коркина, Александр Бондарь, Первый Приднестровский телеканал. Независимый Центр аналитических исследований «Новый век» по инициативе руководства Государственного таможенного комитета провел среди граждан и также представителей фирмы и предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, опрос и анкетирование. О теме исследований и их результатах мы узнаем в следующем сюжете. Главная тема исследований – оценка изменений в таможенных органах республики, произошедших в прошлом году. Их назвали позитивными больше половины опрошенных. Многие отмечали снижение уровня коррупции и повышение качества обслуживания. Согласно проведенному нами исследованию, 56,1% опрошенных отмечают, что при оформлении товаров на таможенных пунктах ускорение и упрощение процедуры. Нужно сказать, что среди тех категорий, которые были нами опрошены, в самой большей степени довольны улучшениями на таможне – это представители юридических лиц, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. В то же время мы спросили, с чем связаны задержки или замедление при оформлении товаров или услуг, перемещающихся через таможенные пункты. Нужно отметить, что половина опрошенных считает, что задержки связаны прежде всего с тем, что само количество агентов, отмечающих, достаточно великое. И, безусловно, это вызывает определенные временные затруднения. В то же время 19,6% опрошенных считают, что задержки связаны с проволочками, которые устраивают сотрудники таможенных органов. То есть здесь и можно отметить определенную критику и то, над чем работать и задуматься таможенникам. Более половины респондентов отметили, время прохождения таможенных процедур на пунктах пропуска сократилось до получаса. Только 14% опрошенных рассказали. У них это время превысило 2 часа. В целом, нужно сказать, что люди, пересекающие таможенные пункты, отмечают достаточно много информации, которая распространена на таможенных пунктах. Отмечают, что, в общем-то, таможенники ведут себя корректно, сдержанно, разъясняют многие правила и положения. И в целом, можно сказать, что приднестровцы достаточно положительно оценивают работу таможенных органов за прошедший год. Все данные, полученные в результате социологических исследований, вначале проанализируют руководство ГТК. А уже после, говорят в ведомстве, будут определяться меры для активизации работы в направлениях, которые того требуют. Инна Сипита, Игорь Донченко, Первый Приднестровский. В Григорьевском районе противостояние властей. Каждая сессия показывает, что руководство госадминистрации и горрайсовета не могут найти точки соприкосновения. Это тормозит решение жизненно важных вопросов и дестабилизирует обстановку в обществе. Последнее собрание депутатов, состоявшееся сегодня, стало тому подтверждением. В работе сессии Григорьевского совета приняло участие 39 из 43 депутатов. Заслушать отчет госадминистрации о проделанной работе за 2012 год пришли и руководители предприятий. Но перед началом работы глава района обратился к депутатам с просьбой перенести отчет на март месяц. В госадминистрацию еще не предоставлены статистические данные с отдела статистики, будут предоставлены 5 марта. Поэтому мы попросили перенести на середину марта и письмо отправлено уже в районный совет, что мы просим созвать неочередную сессию для отчета главы госадминистрации Григорьевского района города Григорьевля 21 марта 2013 года. Как будет предоставлен этот полный объем информации для того, чтобы глава мог отчитаться в полном объеме. Первое письмо с просьбой перенести слушание отчета главы администрация района направила в совет еще в конце января. Всего их было написано три, но президиум совета все же включил этот вопрос в повестку дня февральской сессии. И большинство депутатов на сессии согласились с решением президиума, несмотря даже на то, что они не рассматривали этот вопрос на постоянных комиссиях в нарушении регламента. Вы что, срываете сессию? Администрации не рассматривая, вы пожелали это самостоятельно. Вас попросили перенесить через месяц. Вот хочу спросить всех депутатов, что мешает через месяц и руководителей, которые здесь присутствуют, что государственная администрация отчитается. Что мешает? Любовь Владимировна, спасибо большое, я вам слово не предоставлял. Не предоставили слово и тем, кто предложил распустить сессию из-за отсутствия основного докладчика. Не вопрос снять, а вообще прекратить сессию и перенести ее на другой. Сергей Владимирович, мне теперь понятно ваше желание. В результате работу госадминистрации все же было предложено рассмотреть, но в свете исполнения ею решений местного совета. Основными докладчиками выступили председатель совета и его заместитель. Несмотря на то, что большая часть государственных программ выполнена на 80 и более процентов, они подвергли работу госадминистрации жесткой критики. Обвинили в нерациональном и неэффективном использовании денежных средств, а главное в том, что исполнительная власть не согласовывает свой каждый шаг с депутатами. Можно ли признать такую работу госадминистрации удовлетворительной? На мой взгляд, нет. Поэтому оценку деятельности госадминистрации района удовлетворительной, либо неудовлетворительной, исходя из той информации, которую я представил выше, предлагаю признать путем тайного голосования. Реплики некоторых депутатов из зала о том, что ставить не от госадминистрации, это все равно, что ставить не от себе, как представителям власти на местах, не были услышаны. И голосование состоялось. Работа государственной администрации Григорьевского района и города Григорьевполь за 12 год по исполнению решений Григорьевского районного совета народных депутатов, принятых в отчетный период, признана. Удовлетворительно 12 голосов, неудовлетворительно 27 голосов. Стоит отметить, что отчет главы в том числе строится и на отчетах администрации всех населенных пунктов района. Руководители сел и поселков уже отчитались о проделанной работе в минувшем году, и эти результаты были признаны удовлетворительными. Противостояние исполнительной и представительной ветвей власти в Григорьевполь длится уже год. Недавно состоялся круглый стол, где руководители администрации и совета договорились начать совместную работу с чистого листа, чтобы не тормозить решение жизненно важных вопросов района и не вносить дестабилизацию в общество. Нынешняя сессия перечеркнула все достигнутые договоренности. Анжела Каранчук и Виктор Милинчук, Первый Приднестровский. И несколько слов о наиболее заметных событиях у наших соседей и не только. Украинский парламент продолжает простаивать. Очередные переговоры лидеров парламентских фракций о разблокировании работы вновь закончились безрезультатно. Об этом сообщил лидер фракции партии «Удар» Виталий Кличко. Напомним, парламент Украины уже более двухнедельно может приступить к работе и заблокированию трибуны оппозиции. Депутаты оппозиционных партий требуют, чтобы все народные избранники голосовали только за себя и были лишены возможности сделать это за отсутствующих коллег. А вот болгарский парламент сегодня поработал весьма продуктивно, приняв отставку правительства и премьер-министра Бойко Борисова. По его словам, это связано с массовыми протестами против высоких цен на услуги ЖКХ. Волнения прошли по всей стране в последние несколько дней. Счета жителей Болгарии в последние два месяца выросли в среднем на 50-100%. В Белоруссии в эти дни готовятся продемонстрировать военную мощь. В четверг президент Александр Лукашенко утвердил идею совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2013». Во время проведения учений осенью этого года Лукашенко потребовал обратить больше внимания на практическую сторону. При этом белорусский президент заявил, что учения «Запад-2013» не представляют угрозу другим государствам. В ответ на появившиеся в последнее время на Западе заявления и домыслы об этих учениях, как об угрозе с Востока, хочу подчеркнуть, мы никому не собираемся угрожать. Мы не считаем ни одно государство своим противником. У нас оборонная доктрина, и это четко определено законом, сказал белорусский лидер. О том, как создать домашний уют, известно практически любой хозяйке. А как передать домашнюю атмосферу и тепло курсантам, которым зачастую приходится находиться далеко от родных стен. Накануне Дня защитника Отечества в Бендерах прошла интересная акция. Бендерская крепость помнит Карла XII, турецкий хенычар и славу русского оружия. А сегодня здесь учебный центр Министерства обороны. Из года в год в Бендерах проводится акция «Материнский пирог». Как говорят организаторы, такого нет ни в одном городе нашей республики. Традиция эта зародилась после 92-го года, когда матери решили спечь что-то сладкое, вкусное для тех ребят, которые служили. Вот из года в год мы привозим сладкие пироги, пирожки, концертную программу, для того, чтобы ребята, которые служат сегодня, выполняют, наверное, самую почетную миссию защиту своего Отечества, почувствовали этот праздник, почувствовали, что их ждут, любят, и что они нам очень дороги. Это означает, что о нас еще помнят, заботятся о нас. Домашний уют напоминает ближе к дому, семейные праздники, выпечки, чувство праздника. Эта акция мне напомнила, наверное, эти булочки напомнили, так сказать, дали вкус дома. Когда-то кушаем и вспоминаем, что дома хорошо, так же вкусно. Песни, поздравления, а так же домашняя выпечка. По словам курсантов, не только скрасили суровые воинские будни, но и подняли боевой дух. Ирина Полесико, Ярослав Богат и Александр Чабан. Первый Приднестровский. Сегодня в Тираспольской школе борьбы и бокса состоялось открытие международного турнира по боксу, посвященного Дню Защитника Отечества. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Приднестровья, Молдовы, Абхазии, Белоруссии, Украины и России. Сегодня трудно переоценить роль физической культуры и спорта в нашей жизни. Она способствует укреплению здоровья, несет силу и красоту, закаляет характер, учит преодолевать трудности. Свыше 130 боксеров будут оспаривать звания сильнейших в течение трех дней. Мастера кожаной перчатки выступают в категории юниоров до 18 лет. Я вам хочу сказать, что если бы у нашего города, у нашей федерации бокса Приднестровской не было бы определенного уровня авторитета, наработанного годами, этот турнир бы не удался просто. Люди знают нас, люди к нам едут, люди хотят с нами увидеться, люди хотят побоксировать с нашими спортсменами. Финальные бои турниров, в которых и будут определены чемпионы, в каждой весовой категории состоятся в субботу, 23 февраля. Победители и призеры получат памятные кубки и медали. Между тем, в Кишиневе состоялся чемпионат Молдовы по боевому самбо. В одном из самых серьезных видов спортивных единоборств участие принимают только мужчины. Приднестровскую команду в этом первенстве представляли два бойца. В категории до 82 килограммов терраспочанин Антон Калошин дошел до финала, где ему противостоял чемпион Молдовы Артем Кула. В упорном поединке подопечный Сергей Ревенко уступил в счете 2-1. В категории до 74 килограмм биндерский боец Урутюн Ананян проиграл чемпиону турнира и досрочно победил в схватке за третье место. Воспитанник Андрея Мельника достойно представил в чемпионате биндерский клуб боевого самбо. Александр Кожухарь, Василий Рашкован и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня с последними событиями. Также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok 22 февраля в Москве облачно, ночью минус 11, днем минус 5. В Киеве ясно, ночью минус 4, днем до плюс 1. В Кишиневе пасмурно, ночью плюс 4, днем плюс 7. В Схинвале пасмурно, ночью минус 2, днем до плюс 8. В Сухуме пасмурно, ночью плюс 6, днем плюс 14. В нашей республике, по сообщению Гидромедцентра, ожидается облачная погода. Ночью и утром, местами небольшие осадки. Ветер восточный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы. Температура воздуха ночью по северу республики от 0 до плюс 2, днем плюс 3, плюс 5. В столице ночью от плюс 1 до плюс 3, днем плюс 4, плюс 6. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго. До встречи на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя. Редактор субтитров А.Семкин